Спонсор показа новостей – магазин «Обойный рай». Сеть специализированных магазинов «Обойный рай» – лучшие предложения по цене, качеству и дизайнерским решениям для оформления интерьера. «Обойный рай» – это более 3000 видов обоев от самых простых до премиум класса. Фрески, потолочная плитка, ламинат и межкомнатные двери. Отличное качество, цвет и дизайн. А также шторы с разнообразием рисунка, фактуры на любой вкус, под заказ или готовые. В магазин «Обойный рай» приходи и выбирай. По адресу Московское шоссе, дом 53 и Северная площадь, дом 5А. Как всегда, «Обойный рай» удивит своими ценами. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В администрации города сегодня обсудили планы капремонтов многоквартирных домов и оценили качество транспортного обслуживания. В 33 домах отремонтируют кровлю, в 21 фасад, в 10 коммуникации. Капитальный ремонт на сумму порядка 149 миллионов рублей коснется 67 многоэтажек. А более 190 миллионов будет потрачено на замену лифтов по 32 адресам. Начальник управления ЖКХ рассказал о планах на 2018 год. Фондом капитального ремонта готовится проведение конкурса по выбору подрядной организации на выполнение работ по ремонту балконов. Это отдельные работы. Конкурс также будет проведен в ближайшее время, дополнительно сообщим. Хочется отметить, что также в текущем году будет продолжен капитальный ремонт на 50 многоквартирных домах по плану 2017 года. Работу выполняет подрядная организация «Партнер бизнес-групп». Начало работ планируется по графику с 1 февраля 2018 года. Согласно договору и графику выполнения работ, работы по плану 2017 года должны быть закончены 1 июня 2018 года. Но вот глава Дмитрий Жариков попросил особое внимание обратить не на планы, а на невыполненные обещания. Жильцы рядом многоэтажек недовольны тем, как подрядчики справляются со своими обязанностями. Поступили обращения по капремонту, по незавершенному работу в 2017 году. Сегодня мы с вами спланировали выезд на улицу 1905 года, посмотреть адреса, по которому поступает жалоб. Вот о чем надо рассказывать. Начинать свой доклад. Дмитрий Вячеславович, вчера по вашему поручению проводили встречу с подрядчиками, которые выполняют работу по 2017 году. Они идут в соответствии с графиком. Осталось выполнить работу на 50 многоквартирных домах. Определенные нюансы, определенные проблемы, о которых вы рассказываете, вы дали на этой должность, чтобы эти определенные нюансы, проблемы решать. А вас я попрошу сегодня спланировать в пресс-конференцию и СМИ. Расскажите о планах, о сроках выполнения работ на объекты 2017 года. Вы очень хорошо о планах на 2018 год рассказываете, а вы о тех проблемных объектах, которые у нас остались с прошлого года, расскажите. И о сроках. Повторюсь, это то, что интересует жителей. В этом году будут продолжены капремонты подъездов многоквартирных домов. Всего 650 включены в программу. Министерство ЖКХ разрешило включать в перечень обязательных видов работ установку видеонаблюдений и пандусов, дверных сдаводчиков. О транспортном обслуживании также говорили на совещании. В городе на сегодняшний день 9 перевозчиков. По улицам курсируют 120 автобусов различного класса. Часть перевозчиков обновили свой автопарк в прошлом году. Часть планирует это сделать только сейчас. В планах на обновление подвижного состава у автоколонны ожидается поступление порядка 40 автобусов. Из них автобусов малого класса типа «Газель-Некст». Еще раз давайте аффиксируемся. На 2018 год ожидается поступление? 40 автобусов. Это автоколонны с 17-90. 17-90 в планах 40 автобусов. 40 автобусов, да. Это малый класс типа «Газель-Некст» 14 единиц. И 26 автобусов большого класса типа «ЛиАЗ-52-50». Частные перевозчики планируют обновить порядка 11 автобусов малого и среднего класса. На заседание правительства губернатор дал поручение представить дорожные карты с отражением сроков по замене автобусов у всех перевозчиков. Вот вы говорите, автоколонну, понятно, 40 машин приобретают иные перевозчики. В планах 11 автобусов. Это укладывается в ту канулу в поручение правительства, которое перед нами сформулировано. Приобретя 11 автобусов, мы заменим весь транспорт? Нет, к сожалению, нет. Но не только на замене автопарка, который должен быть современным и отвечать всем новым требованиям, заострил внимание глава муниципалитета Дмитрий Жариков, дал поручение усилить контроль за безопасностью перевозок. Порой в погоне за количеством взятых с остановки пассажиров водители автобусов нарушают правила дорожного движения. Так зафиксировано в прошлом году 6 ДТП с пострадавшими, с участием общественного транспорта. Четыре из них по вине автобусов. Во второй половине дня глава города, как и обещал на оперативном совещании, побывал в многоквартирных домах, жильцы которых жалуются о некачественно проведенный капитальный ремонт. Все подробности смотрите завтра в информационном выпуске. И к другим темам. В повестке дня 8 вопросов депутата городского совета сегодня единогласно утвердили ряд нормативных документов. Привели их в соответствие с действующим федеральным законодательством и внесли поправки в бюджет этого года. Внесли изменения народные избранники в порядок формирования жилищного фонда социального использования. С 2015 года наименование муниципального образования в соответствии с суставом принято городской округ Серпух в Московской области, а также уполномоченный орган от имени муниципалитета, который вправе заключать договоры по представлению жилых помещений социального использования, является муниципальное казенное учреждение отдела учета и распределения жилой площади. До этого отдел учета и распределения жилой площади входил в структуру администрации городского округа. В связи с этим связаны изменения в существующий порядок. Иных изменений в порядке не предусмотрено. Депутаты на заседании приняли и положение о муниципально-частном партнерстве в городском округе Серпухов. Этот документ – новая форма поддержки инвесторов и привлечения их на взаимовыгодных условиях. Положение определяет круг лиц, которые могут быть участниками муниципально-частного партнерства, перечень объектов, которые могут быть предметом данного партнерства и порядок заключения договоров. На заседании депутаты приняли решение освободить муниципальное предприятие Серпуховская теплосеть от перечисления в городской бюджет части чистой прибыли за 2017 год. Остальные основные характеристики бюджета оставлены без изменений. Предлагаемые изменения не повлияют на объемы доходной части городского бюджета в связи с отсутствием запланированных доходов на 2018 год по доходному источнику, предполагающему перечисление части чистой прибыли. Кроме того, на заседании депутаты заслушали доклад начальника межмуниципального управления МВД России Серпуховская Валерия Пучкова об уровне преступности и раскрываемости уголовных дел. А депутат Московской областной думы Роман Горбунов поведал коллегам о результатах работы думы за прошедший год. Общественная палата сегодня утвердила свой план работы на год и обсудила схему благоустройства в городе, где и какие дворы при домовой территории будут отремонтированы. Особое внимание члены общественной палаты уделили теме переименованию, присвоению новых названий скверам и паркам. Подробнее об этом завтра. В редакцию нашего телеканала обратилась жительница Серпухова, которая возмущена работой своей управляющей компанией Зонария ЖКХ. Наталья Светличина боится за собственную жизнь. В ее доме номер 29 в третьем подъезде на улице Чернышевского образовалась трещина в стене. Масштабы беды оценила моя коллега Ирина Баракина. Обшарпанные стены, проводка над окнами, грязь и вонь в подъездах. Жители дома номер 29 на улице Чернышевского к подобным картинам привыкли. Наталья Светличная живет тут больше 10 лет. Женщина утверждает, за это время ремонт коммунальщики из Зонария ЖКХ здесь делали только один раз. Но терпение лопнуло, когда в стене появилась трещина. Обращались, нам приехали, почистили с внешней стороны почему-то вот эти щели выкварные и запенили, все закрасили. А трещина так и есть. Смотрите, в каком состоянии находится наш подъезд. Стены все перепачканы, надписи облуплены, боишься испачкаться. Мало того, трещина это. Каждое утро встаешь и боишься, дом рухнет или нет. За комментариями обратились в управляющую компанию Зонария ЖКХ. Правда, нашу съемочную группу встретили не очень гостеприимно. Вы вообще кто-то иди на основании черт. ОТВ Серпухов, мы хотим взять комментарий. По поводу того, к нам обратились жители, в доме трещина. Проблема селегиоза. По трещине обращения проведущей компании от собственника ЖКХ не было, сразу вам говорю. По ремонту подъезда, значит, ремонт подъезда запланирован на 2018 год. И ремонт подъезда будет выполнен. Я не могу сказать, кто там, что устанавливал маркер. Маркеры мы ничего не устанавливаем. Мы устанавливаем маяки. Значит, эти маяки отслеживаются. Есть специальный журнал. Мониторится это все. После этих ответов вопросов появилось еще больше. Во-первых, кто, а главное, каким образом мониторит ситуацию, если один маяк на втором этаже отвалился совсем. Получается, коммунальщики приехали, сделали вид, что поработали. Трещина так и осталась, а там и трава не расти. Если причина, понимаете, если она строительная причина, просто от времени появилась трещина, они должны сначала это устранить, выполнить ремонт этой трещины. Если трещина уже глубокая и причина в фундаменте, значит, тогда уже требуется заключение специализированной организации. Конечно, управляющая компания должна следить за этим. Она действует в интересах жителей. Они должны предложить собственников, провести экспертизу, как бы следить дальше за развитием, за появлением еще трещин или в данном доме в фундаменте и на стенах. Капремонт в доме номер 29 на Чернышевского запланировано 26-28 годы. Если жители предоставят в администрацию заключение специализированной организации о том, что дом требует срочного капитального ремонта, сроки его проведения будут перенесены на ближайшее время. Для кого-то снегопад в радость, а вот для коммунальных служб района сплошные неприятности. Сегодня во многие деревни региона не проедешь ни на какой машине. Подъездные пути чистят только к большим поселениям. К своему дому Юрий Егорович подъезжает с трудом. Дорога в деревне Воронина не чистится, и к этому пенсионеру уже привык. Ему спешить некуда. Так и перебиваемся. Дорога вообще убита, она летом здесь не проехать. Но вот когда кто-то из жителей деревни заболевает, тогда дорожная проблема становится ощутимей. Жалуется сосед Юрия Егоровича. Не только машина застревает, у соседа скорую помощь не может иногда приехать. Там он дальше, в том году вызывали скорую помощь детям, тоже не могли доехать. Уже сегодня, когда снежный покров не столь велик, наша машина застряла прямо посреди деревни. Поэтому до деревянного храма местной гордости мы добраться не смогли. Михаил пообещал, что к следующему разу мы сможем осмотреть эту достопримечательность. После того, как жители соберут деньги, сами наймут трактор. Тогда дорогу и почистят. Вот так люди и живут. Надеяться на местные районы власти им не приходится. Зимой дорогу чистят от снега. За свой счет. Летом ремонтируют сами. Не чистят, не подсыпают. Никаких работ еще нет. Сами подсыпаем, сами собираемся. Скидываемся. Летом ремонтируем, по крайней мере. Ямы засыпаем так. Зачем тогда такая власть, начинают задуматься люди. Ведь налоги они платят исправно и за землю, и за дороги. А результат нулевой никакой заботы о себе люди не чувствуют. ДТП со смертельным исходом произошло сегодня ночью на трассе Абаленск-Серпухов. В фуру, нагруженную товаром, на полном ходу врезался легковой автомобиль. Столкновение было такой силой, что водитель Ауди скончался на месте до приезда скорой. Водитель фуры Валентин Летвинов еще не отошел от случившегося. За 35 лет водительского стажа – это первая серьезная авария в практике дальнобойщика. Товары народного потребления из Петербурга в свой родной Воронеж мужчина возит не первый год. Дорогу знает хорошо. О происшествии рассказывает с трудом. Третье часа ночи. Кто-то выстречил навстречу? Да. Ауди, А6. Прям блок. Дорога нормальная или дорога? Сухая была дорога. Водитель фуры пытался увезти свой огромный грузовик от лобового столкновения с легковым авто. Но трагедии сбежать не удалось. В результате ДТП фура слетела с дороги в кювет. Ее водитель отделался сильным испугом и ссадинами на лице. А вот тот, кто совершил столкновение, погиб. Ему было всего лишь 38, жители Боленска. И по утверждению водителя фуры, он находился в нетрезвом состоянии. Что стало причиной этого ДТП, снегопад, гололедица, устанавливают эксперты. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомашины Ауди скончался на месте ДТП. В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, по результатам которой будут установлены причины произошедшего. Сотрудники ГИБДД напоминают, что наказания для тех, кто решается сесть за руль в нетрезвом состоянии, ужесточены. Пьяный водитель за рулем в 2018-м рискует не только расстаться с крупной денежной суммой на оплату штрафа, но и лишиться водительских прав, а также понести уголовное наказание. С начала текущего года на территории обслуживания 8-го батальона ДПС произошло 13 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 3 человека погибли и 10 получили травмы различной степени тяжести, из которых один ребенок. Сотрудники 8-го батальона ДПС настоятельно рекомендуют водителям транспортных средств, а также пешеходам, соблюдать правила дорожного движения. Из-за снегопада и гололедицы инспекторы сегодня советуют отказаться от поездок на личном транспорте или быть более внимательными и аккуратными на дорогах. Представители администрации города, партии «Единая Россия», уполномоченного по правам человека, транспортных и общественных организаций провели деловую встречу в рамках цикла «Социальный гостиной». Участники дискуссии обсудили вопросы транспортной доступности и внедрения программы правительства Московской области «Яндекс.Транспорт» на территории городского округа Серпухов для маломобильных групп населения. Человек, имея смартфон под руками, может отследить движение автотранспорта, посмотреть, где находится сегодня автобус, в том числе и низкопольный, сколько времени его еще подождать придется. Особый проект по маршруту ориентированию разрабатывается для колясочников и незрячих людей. Специалисты Управления социальной защиты проходят путь вместе с инвалидом буквально от места жительства до пункта назначения. Все проблемы, требующие устранения, будут переданы должностным лицам. В Серпухове специалисты научно-производственной компании «Оптисалт» совместно с Институтом усовершенствования врачей имени Пирогова организовали выставку «Красота и здоровье». Бесплатная проверка зрения и работы сердца продолжается. Выставка «Красота и здоровье» проходит в здании магазина «Верный» по адресу улица Горького, дом 5А. В рамках акции по льготной цене можно проверить сосуды, получить консультацию кардиолога и врача-иридодиагноста. Каждый посетитель может бесплатно проверить свое сердце, снять показатели кардиограммы, распечатают, на руки выдадут. Там основные параметры расписаны, можно прочесть и принять для себя решение. Каждый может прийти к нам, пройти курс иридотестирования. Мы выявим причины интоксикации паразитарного организма, дисбаланса микроэлементов. Найдем те факторы, которые приводят к заболеваниям у данного человека. И самое главное, поможем ему устранить те проблемы, которые его беспокоят. На современной аппаратуре специалист оценит вероятность возникновения у вас инфаркта, инсульта, сердечной недостаточности. Оптометрист проверит остроту вашего зрения. Прибор ангиоскан скажет все о состоянии ваших сосудов, то есть, насколько нарушено кровообращение, есть ли тромбообразование, как работает сердечко, как растягивается аорта, есть ли отклонения, изменения и так далее, значит, варикозное расширение, то есть, все скажет. На приборе авториклеротометр мы бесплатно проверим всем желающим зрение, подберем очки любой сложности, делаем очки на заказ. Также порекомендуем глазные капли, которые помогут как и при усталости глаз, например, от компьютера, так и при таких глазных заболеваниях, как катаракта, глаукома, дистрофия сетчатки. Кто заботится о своем зрении, приходите, поможем. Приходите и проверяйте бесплатно сердце и зрение. Выставка «Красота и здоровье» работает с 10 до 19 часов по адресу улица Горького, дом 5А, магазин «Верный», второй этаж. По многочисленным просьбам выставка продлится до 9 февраля. Это все на сегодня. Далее прогноз погоды. Следите за нашими новостями на сайте otv-defismedia.ru, на официальном сайте администрации города и во всех социальных сетях. Всего доброго и только хороших вам новостей. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Спонсор прогноза погоды – Институт инженерной физики. Спонсор прогноза погоды – строительная компания «Партнерство». Готовые квартиры в новом микрорайоне по привлекательным ценам. Многолетний опыт работы, высокий уровень комфорта, тысячи счастливых обладателей квартир. Компания «Партнерство». Хорошая погода в вашем доме в любое время года. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok